Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok кенегаза стих да поэмат, кона перу лисцинь кармас присяга, то есть мон то нафинь, мон то не армиям, мон принял присягу. И скажу карман икелеву молимя, когда мон получен для Петра очень крошевичен кенеганте стих марву, мон саньте перстягивать и эрзень кельца перевел на русский с тем, чтобы написать в газете. Илья Петрович прочитал, посмотрел и говорит, да, строчный перевод хороший, вот он должен понять, что, но не смог передать как раз глубину переживаний человека, который принял военную присягу и как он с присягой служил Родине. Вот эти советы, рекомендации Ильи Петровича. И поэтому я сейчас пишу и работаю над материалом по заветам поэта. Менек Семьянок, Бош, тятям, авам, дедам, бабам, мон, мини, колмы, брат, мон, Ваня, Володя. Ваня сась на юбилей, тесе, мон или сазарам, Мария, Анна, Валя, Нина. Вот Нина и Валя приехали на юбилей. Мария, ей уже 87 лет поздно, поздравили. Вчера, 87 лет, она не смогла приехать. Но нет Володи, брата младшего, и Ани. В общем, такая большая семья. В этом большой семье мы росли, воспитывались. Кормильник, ну, лишь капакшаст. Улиник, работник, помогник, кудоса, а меня уже вот так. Ну, в школе я, вот я сказал, что начальник школы закончился с похвальной грамотой. Потом с соседями Сири Чимаева три года, пятый, шестой, седьмой. И как раз забегая вперед, ефтан, что мекс можно, ну, саинь, ну, ки, что... Мекс не кормить, военный экс. Да, военный, да. Скажу, что, прежде всего, семья. У нас дедушка, участник Первой мировой войны от начала до конца. И второй дедушка тоже. Брат дедушки Андрей погиб, правда, вот два деда, участники Первой мировой войны. Вот дедушке Григория сохранилась солдатская форма, вся солдатская иммуниция, солдатский котелок, ремень, хранились вплоть до начала Великой Отечественной войны. Ну, то есть, я все время видел, что вот в Чулане ищет дедушка, форма дедушкина иммуниция. И он много рассказывал о войне, много интересных случаев. Тем более, служась он в 95-й год в кавказце, а меня, те воины, это главное пример-то. Ну, конечно, те в семье. А вот в школе, вот, первое сентября, вот, Чумаева, пятый класс, и Антонина Семеновна Согласова, классный руководитель, она впервые, меня, как ее втазь, Зоя Космодянская-Эсда. Вот она, то есть, вот она пришла, Антонина Семеновна, с газетой «Правда», прочитала нам о подвиге Тани. Тогда еще не узнали, что это Зоя Космодянская. Потом и садыник Александр Матросов, Юрий Смирнов, Тевяси, школа Остах. И, кроме того, школа и библиотека, Велень, школа, библиотека Улича Лама, книга на родном языке. Потом литература, брошюра про Александра Невского, про Дмитрия Доскова, про Суворова, про Кутузова. То есть, литература такая о наших героях, о наших полководцах, ну, русской земли. И, кроме того, миник. Постоянно получили газеты, особенно районные газеты, постоянно. Ну, скажу, что в Кулясы, это соседнее село, уже третья школа, вот, 8-9 класса я в Кулясы. Там военруком Андрей Степанович Ментулькин. Он кадровый, военный, до войны служил. Я вспоминаю, как он приезжал в отпуск, и как он нам, ребятам, деревенским, показывал на турнике интересные упражнения, ну, спортивный, такой, ну, физик закаленный, такой воин Красной Армии. А с первых дней войны, Суворова, у нас в фронте, у меня, сон, ранялся, 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 в этом мире, вот, сась Кудову, кулялся, у нас в них в них военруком, военруком. И когда 9 классом он закончил, а после, мы были на сборах, танк, у нас в их звучит. И, поскольку главное мне последующий ходили быстрее мы, сотрудник Ментулькова, надо то, как должны со мной приезжать, опять же имеете свои виды, мы должны отобраться в то же время. И нашrick faço еще раз referent на меня. С методом Ментулькин, когда Андрей Степанович, мы имели как ш carreты Победили, вот, Вялень, Мин Саинник, но Минь все-таки, ну, Ялгам, ну, погибли, погибли. Ну, разговор, а потом Андрей Степанович, Минь решили, Тони, перевести штрафной ротасы. Мон, куда улень, сидень, снарядный ящик, не тянесты, вот, мон, сразу стень и бери, товарищ полковник, за что? Мон, все-таки, воюю он парсто, да, Андрей Степанович, мон, не иса, Тони, Орден, да, но поскольку Минник учить, гля, бой, трудный бой, стаккад, вот, штрафная ротас тоже пополнилась, и командир роты, эрэви, пара, помощник, Тон, вадря, вадря, ства, и, Тон, парси, мол, 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 солдат, марта, кортамс, Тон, как раз, улет, вадря, помощник, экс, командир, и, вот, мон, у меня штрафная рота, то есть, по партийному призванию, по партийному долгу, ну, закончился тем, я решил в училище, после школы, куда пойти, он говорил, если хочешь, то он, пароверят, то есть, прят, мяй, трудность, то он можешь преодолеть, то давай пехотным училищам. Почему? Потому что пехота во время войны самую тяжелую ношу вынесла, и больше всех потерь. Вот, я пошел как раз по этому пути, и, кроме того, преподаватель русского языка, была у нас, Осенькина, вот, написал, кстати, сочинение, написал, что хочу быть, вот, в целом, она тоже сказала, что да, иди. Вот, я пошел в училище, в 47-м году, вот, Вольское пехотное училище, там я, после 9-го класса, вот, сдал на теса зрелости, получил я премию, 50 рублей, рамень, час, и, вон, отпуск, молим, час, марта. Велись, и те пора, час, не только пахшат, но и, сыр, лома, китайский, кольный, мол, час, молю. Потом, кольный год училища, Одесса закончена, он закончен, отлично, по первому разряду. И когда Максат монянь вал, куда тонюлись, ну, карьера твоя, моняфтан, школа сатонастень, парни, партия, училищем по первому разряду, ну, отлично. Потом центральные курсы по лицсоставам Фердериха Энгельса, на отлично, тоже занесем на доску почёта. Затем Казахский госуниверситет заочно, 6 лет, военно-политическую академию заочно, академические курсы, то есть служба и учёба. Вот поэтому скажу, что служба у меня шла успешно. Ну, во-первых, первый год, сантим, мой взводом, в общем, сдали политподготовку, отлично, по всем предметам получили мы высокие оценки, именик взводов считался лучшей в батальоне. Вот я был потом принят в партию, да, и что ещё, поскольку школа с там, он, ну, ламом, я читал, как уже. Михаил Тимофеевич, давайте продолжим разговор на русском языке. Давайте. Так. Ну, скажу, что этот вопрос задавали мне и редакция молодёжной газеты, и народной газеты, задавали. Во-первых, учёба, личная подготовка, я говорю, школьные знания, училища, курсы, отлично. Раз есть знания, и надо их пополнять постоянно. Поэтому я взводом командовал недолго, год восемь месяцев, будучи командиром взвода, я писал в газету. Мои солдаты получили наградный знак «Отличный миллиметчик». Я в газету. Знаки доблести и воинской славы. Солдаты вырезали вырезку, делали вырезку из газеты, газет послали домой. То есть родители знали, как сын учится, о них, а сын пишет в газету. Потом я писал в журнал «Военный вестник», лейтенант, командир взвода, свои предложения. Конечно, я сейчас думаю, что, ну, факт остается о том, что я что-то думал, что-то мыслил, что-то предлагал. Вот поэтому у меня и был редактором стерной газеты «Миномётчик». Газета первое место занял в дивизии в 1951 году, в 1952 году снова второе место. И вот потом меня вызвали в политориал армии, предложили в газету. Я хотя не думал, у меня была перспектива по строевой службе быть миномётчиком. Но партийный долг предложили, я пошёл. Пять лет в дивизионке, потом к комсорокам полкам от Столкова, заместителям по политической части. В общем, все полковые структуры я прошёл. Вот, прошёл, ну, служил, учился заочно. А потом вот после Академии военно-политической меня назначили начальником политодела военно-технического училища в 14 лет. Ну, как служил, я сейчас только могу сказать, что на мой юбилей, 90-летий, приехал генерал-лейтенант Легавин. И когда он выспел, сказал то-сё, я достал газету за родину за март 1971 год. Курсант Легавин, короче, на занятия по военно-инженерной подготовке устанавливает противотанковую мину в Кабайто. Вот. Курсант Середа, это тоже, я их набирал по высшей программе, они заканчивали. И другие, они, Легавин приехал, вот, поздравить. Теперь мой бывший помощник, пока слово Кадырова, доктор исторических наук, за кафедрой одного из университета в городе Казани, тоже приезжал. Ну, были и другие товарищи мои, выпускники, которые закончили, стали кандидатами, докторами. Ну, без, многие, конечно, без научных званий, но, к счастью, выполнили свой долг в течение почти полвека. То есть я горжусь и радуюсь, что мой труд не пропал даром. Вот. Десятки писем с этим материалом. А после училища, вот, я служил в войсках западного направления. Об этих войсках не писали, и сейчас мало пишут, и мало кто знает. Вот. И узнали только, после смерти министра обороны Устинова, когда в почетном карауле у гроба стоял маршал СССР Агарков, и членоверсед Борис Павлович Уткин, и венок. Вот лично стал в войсках западного направления. Тогда все забегали. И наши корреспонденты, заграничные, иностранные все, что такое. Это группировка наших войск на Западном театре военных действий. И группа войск Германия, Счастья, Словакия, Польша, Прикорпатский округ, Белорусский, Балтлот. В общем, группировка полтора миллиона человек, и в том числе войска коалиционного состава. Нам потом входили в оперативно национальный народный арм ГДР, Числоватская народная армия, войско польское. То есть я был начальником инспектора группы, старшим инспектором политуправления войск западного направления. Я горжусь, что маршал Агарков, вот сейчас именные, вот здесь я ношу книгу свою с уважением Михаилу Тимфеевичу. Ну, генерал-полковник Уткин, до сих пор мы с ним поддерживаем связь, известный политработник. Мы с ним служили в Привовском округе, потом он был членом военного совета, генерал-полковник. Автор многих книг, таких редких, как, например, генерал-лисимул Сталин, интегральный полководец Великой Отечественной войны. Их продажи нету, но есть полководцы «Дни войны и мира» и другие. В общем, целая библиотека книг Михаила Тимфеевича. Генерал-полковник Терещенко, тоже участник войны с первых дней, генерал-полковник, профессор, в общем, ученый тоже в своей книге. Пока были у меня члены газеты молодежной и народной, я им показал все. У меня литература реальна. Кроме того, у меня вырезки из газет, я член, все-таки, журналист 62-го года, сотни материалов у меня сохранились, они в папке. Я говорю, что и главное богатство мое – письма Фаины Григорьевны. Их сотни, тысяч страниц нашей, как говорится. Это я реально им показываю. Смотрите, все, в общем, мои, как говорится. Михаил Тимофеевич, я все же хотела вас вернуть в ваше детство. Расскажите, как ваша семья пережила годы Великой Отечественной войны? Ну, пережила, как и все. Сколько вам было тогда? Вот в 41-м году мне было 19 лет. Я старшая семья. Отцова брата Федот и Иван, Федот сразу ушел на фронт Добронина, хотя они были репрессированы. Иван, вот от Ивана, только недавно, год 4 назад, я нашел письмо, писал сестре моей, моего отца, моей хрестной Лизе, письме, дорогая сестричка, прости, что я тебе не помогал. Я прибавил себе год, имел фамилию, сейчас я Петров, и воюю на фронте. С этим письмом я поехал в архив Подольск, нашел по этой полевой почте, вот, что, да, действительно, рядовой Петров, вот, был в отдельной, в отдельной батальонной связи 28-го корпуса, воевал. Отец, по жизни, я сколько помню, он работал на тракторе, вот, помню. Поэтому он был оставлен во время войны по броне, работал в сельском хозяйстве, хотя до войны его списали, как говорится, из строя службы. Он был потом отправляли, работали, и на случай войны призывали. Ну, в общем, вот, но его списали с военного учета по болезни, но потом во время войны снова все-таки записали. Он был, ну, большая семья, ну, трудности все. Сказать, что без трудностей мы работали, ходили в лаптях, все такое. И вот у меня сохранилось, да, кстати, во время войны у нас жили Анна Мария Яковлевна Чугуряева, Петя, Аня, Леня, а дядя Павел остался в Ленинграде в этом, ну, в общем, в блокаде, так он умер. Васю с Кировским заводом его курори, потом все-таки ушел на фронт. Это ваши родственники? Да, вот наша семья и четверо, вот Мария Яковлевна, и вот они после войны уехали к себе вот в Питер, и вот мы переписываем с Анной до последнего времени, и вот у меня сохранилось письмо Миша, не пиши ты больше Анне Павловну, а я ей всегда уважаемый, я помню, как ты во время войны ходил в лаптях и в хлащевых, видимо, хлащевых этих, лаванганных брюках и штанишки, да, да, я сам плел в лапти, дедушка меня научил, в девятом классе я вышел в лаптях на первый экзамен, ну, трудно, но работали, после седьмого класса я стал учетчиком в колхозе, то есть, я получил не просто трудовые навыки, а навыки руководителя, потому что мои товарищи, одноклассники, я старший, поскольку председатель участник гражданской военной мессии Петрович пожилой, бригадир раненых, ну, и молодежи, ну, пришлось, ну, трудно, еще же всем, но я считаю, что было трудно, но учились, была мечта учиться, и учителя, преподаватели, ну, остались в памяти, что они отдавали все, и знания, и свою душевную теплоту нам, чтобы мы... Михаил Тимофеевич, вернемся в сегодняшний день, вы уже давно, как вышли в отставку, и ведете военно-патриотическую работу с подрастающим поколением, что вы хотите пожелать будущим защитникам Отечества? Я скажу, вот 38 лет, 38 лет, я ни одного дня не сидел без работы, только уволили в суд, приехал, встал на партийный учет, меня избавили с 3-м партийной организацией 13-го управления, там были коммунисты, вступали в которые и во время гражданской войны, то есть старые коммунисты, организация одна из крупнейших в городе Ульяновска, может даже в области, такие старые кадры, вот как раз 19 августа, когда пустят, я все вспоминаю, а потом избрали меня заместителем председателя Совета Тиранов войны и военной службы, вот, раз, ну и потом уже 20 лет как член редколлегии книги памяти, член информационно-пропагандистской группы, поэтому я за эти годы объездил все районы области, без исключения все, только в Павловском и Кулатском районе был по одному разу, в остальных по 5, по 6, по 10 раз, то есть у меня и поздравляют с районов, из Шираклы, вот из Шенгелея и других районов, там помните, поэтому я, объезжая школы, районы, я собрал богатейшие материалы, и как член редколлегии памяти, не просто член редколлегии почетные, он публиковал более 60 материалов в книгах памяти, затем написал в Москву, затем в книгу «Уляновские танкисты боев за Родину», поскольку я многих танкистов знал, собрал материалы, был на, то есть в местах, где они воевали, где погибли, и им памятник, памятник установлен за границей, то есть богатейшие материалы. Теперь газета «Ветеран» писал туда, материал отправил, они книгу «Победа одна на всех» есть, эта книга издана Советом Ветеранов стран «Содружества». Вот из всех регионов Российской Федерации, причина только Брянская область, Северновская, Ульяновская. В общем, все советы в книгах. Вот я сейчас прочитаю на чистом ордовском языке и написано Илье Петровичем. В свое время газета «Ялгат» этот материал мой публиковал. Вот письмо «Чумрачетик» Тимофей Иванович «Весь 7 марта» «Лезь милезы Тарасовкась косоютась пакшень пакшах с пеньки пором ледидит тынь гак милезынь кода эрятаду аштатула мень новость Тарасовкася Тимофей Иванович монь ули кексима тонь пельде Тарасовка пакшесо пакшебрудень пелев пелемсты пакшесо унесь скамаза хасайся тумо зярдо сон зярдо сон в 1950 году Илья Петрович был в Тарасовке вот думай сече унесь в общем мы с Таней были вот сфотографировали этот дуб вот Илья Петрович я материал писал теперь в Саранске готовится книга она уже отпечатана книга человек учитель поэт человек Илья Петрович Кривошеев он учитель заслуженный учитель Мордовии поэт член союза писателей горький я ему еще вручал читательский то есть билет членский поэт его переводчик вот так вот в книге мой материал есть и кроме того я сейчас готовлю материал по заветам поэта поскольку у меня сохранились десятки писем Илья Петрович Кривошеева он был у нас в Казани потом мы с Таней ездили в печалки на родине потом Илья Петрович был в Тарасовике то есть Михаил Тимофеевич а у вас уже вышла в свет книга и называется она «Служу Отечеству» о чем она расскажите вот как раз то что я рассказываю детство все про нашу семью всех членов семьи точно занимается Таня да у меня две дочери Валентина заслуженный учитель Сабаровской области учитель гимназии номер один но она получила даже президентский грант она такая вообще заслуженная Таня европейские какие-то дипломы в одной из ведущих московских музыкальных школ имени Танеева так что у него премии награды медали европейских государств это она сама пусть расскажет но братья сестра все вот нас осталось пятеро ну по крайней мере мы три брата прослужили 72 года Ваня рядовым солдатом отличным приезжал в отпуск где-то в 61 году Володя 28 лет вот служил ну братья и сестры по крайней мере все выросли пусть не имеет ученых званий но честные добросовестные трудились каждый на своем посту где надо было положено Ваня военно-промышленном комплексе закончил службу ну девчат ну то есть я могу сказать что мы жили правило чтобы ежегодно приезжать домой независимый Ваня с Владивостока с Мурманска Валя с Детьми ну все постоянно вот жили дружно согласно какого вот в семье потом вот 40 лет службы начиная с Курсанской Паре и что я запомнил вот я и рассказываю детям вот недавно выступал я перед этими юнорвецами как это называют вот вот сдал я экзамен в училище сдал только сочетали третью роту одели солдатскую форму и первая встреча с замполитом батальона капитана Каталом Иван Егор кстати он Сонерзя из Мордовии кстати и вот захожу к нему в кабинет садитесь я сел на табуретку он взял мое личное дело вот семейка вот он как-то выразился я вскочил товарищ капитан у меня еще дедушка бабушка тетя Лиза тетя Настя с нами еще жила сестра Шура двоюродная которая считает что она не выжит поскольку родители вот репрессировали вот ну почему другой бы открыл и сказал ну-ка расскажите свою биографию а там отец папа мама и нас семеро целая страница а тут вот именно что вот как интонация голос обращения я сказал вот вы будете поспать университеты спросят ну-ка расскажи почему пришли сюда как что чего или закончил университет или военное училище пришли первый недостаток кто вас учил чему вас учили и прочее почему за 14 лет мы выпустили тысячи офицеров но помню факт когда из Одесского округа пришло письмо ваш офицер такой-такой почему конечно молодой офицер знания хорошие но опыта нет где-то спотыкнулся где-то что-то вместо того чтобы помочь кто-то кто вас учил то есть кто вас встретит кто вас примет какое отношение со стороны старших руководителей командиру первое всегда помните о главном помните о себе прежде всего о своей чести достоинствах и то есть надо ну не излишне скромничать но показывать на что вы способны это как раз совет как совет тем более я готовился перед сворцем готовьтесь вот я говорю был командир развода командир развода вот сейчас я конечно не напишу написать журнал свои предложения о внесении изменений в правила стрельбы лейтенанта вот тут есть уважаемый товарищ Угаряев когда будет писать всякий раз помните указания великого сталина о том что всякая наука будет развиваться при наличии борьбы мнений вот эти изменения вносятся с учетом войсковых испытаний и прочих и потом я как командир развода два года были на сборах летних сборах артиллерий дивизии начиная от этих полков катюш 152 миллиметров габриста и наша минометная рота 82 батальонах выстраивались лагерем вдоль берега реки Сирет в Румынии рядом Факшанский полигон и все лето с апреля до осени учения боевые стрельбы 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 и самая лучшая батарея и рота из румынии из войск выделяется и на Лурский полигон там все армейские все округа там вся артреля советская армия стреляет и вот в течение многих лет на основании этих опытов носят изменения права стрельбы почему вот мы сидим обедаем обед заканчивается приходит офицер артиллерии штаба пакет все вскрыли карта маршрут такой-то цели такие-таки-таки полигон одно а потом горы стрелял в горах вот утром одна температура днем другая вечером такая то есть с учетом температуры высоты горы надо носить изменения прицелы и этих таблицы это конечно нужно испытание и прочее и кстати спустя три года я уже был в редакции эти изменения поступили но я все вот ребятам и главное что помнить всегда о присяге о присяге и заветы суворова о воин службы и живущий читай устал за сон грядущий утром от сна восстал читай усиленно устал почему вот я после училища в училище на первом курсе 38 раз я ходил в караул наш взвод был в караул оставался 38 раз в караул сегодня пришли сменились завтра снова 38 раз то есть устал отлично вот командир взвода начальник караула начальнику караула ночью запрещается спать нельзя отдыхать вообще но начальник караула должен ночью проверять посты и вот я иду проверять посты пистолет в руке а там на окраине Браилова шли бои там братские могилы еще недавно были вот идешь проверять посты один и что это к чему в ночь 20 на 21 января 51 года я должен был заступить начальник караула после завтрака я сижу с солдатами устав читаю беседу про жопро подик рядового Чернышова когда он стоял на посту а тут пожар все горит а рядом гражданский товарищ уходи погибешь он говорит никто не имеет права меня то есть освобождать кроме начальника караула и разводящего то есть погиб Чернышов Чернышовская казарма в Москве до сих пор и вот сижу беседую дневный товарищ лейтенант срочно у вас мирометный батальон что такое а там мирометный батальон они были состязания повара стрелков и подготовки у них полигон такой в общем вот класс и электрический фонарь командуешь выстрел прицел такой-то и цели обозначаются этими вспышками электролампочками ну там начали тренировку приходит начальник квартиры а где лейтенант Чугуряеву лейтенант Чугуряев сюда лейтенанта Макрушина командира второго зона вместо меня в караул все закончили до обеда эти состязания наши в минполигоне командир рот Михаил отправить в караул ну и отправил в караул все нормально все хорошо ночь я сплю забегают командир роты с меня отдел Михаил вставай Макрушина убили я вскочил стою в трусах как убили я сам провожал не рассуждай быстро одевайся оделся и бегом мы через город на окраине города полк приходим штаб батальона ефретер как уже забыл еще ваш ефретер так меня товарищ лейтенант не вас вот так меня по всем пригазам я начальник Рула на вершине проверки объявили приказ по полку начальник Карлова лейтенант Чигуряев а тут Макрушин а он сидел ночью и пошел проверять посты и вот часовой по нему несколько очередей из автомата его шею ноги он упал а тут смена и он сразу раз на машину в Голос-Гостолин и он пролежал там ровно месяц его называли выходец смерти вот за провокационный метод Карлова ему командующий выговор ибо запрещается одному проверять посты уставу поэтому я сколько жил меня нельзя было и Фаина говорит никогда меня что Миша вставай всегда потихоньку я вскакивал вот устав очень к примеру из моей жизни немало когда отличные ребята курсанты выпускники принимают должности все так хорошо проверяй выполняй строго все эти вот очень интересно спасибо вам большое за ваши советы которые вы даете исходя из личного опыта вашего военной службы Михаил Тимофеевич вам исполнилось 90 лет вы отлично выглядите вы в хорошей форме расскажите как начинается ваш день и как он проходит мой день начинается сегодня я проспал сегодня проспал я а так я в 6 часов сколько вы встаете я в 6 часов независимо вот я до какого сижу зарядку вы делаете да вот я падение порт Артура вот читал до того увлекся вот потом смотрю 4 часа утра но я в 6 часов при всех вариантах в 6 часов подъем стою стою и армейская привычка вот надо мне 3 часа в ночь встать проверить караулу вот мы 4 холостяка Миша разбудит я бы привычка но сегодня я наружу зарядка небольшая начинаю готовить себе завтрак вот но правда кое-что я но вас трудно застать дома насколько я знаю вот поэтому зарядку побрился потом конечно зашел поздороваться с Айной Григорьевной вот приглашаю на завтрак а потом я без дела не сижу я газеты выписываю из Советского Россия я лгат уральские военные вести выписываю и получаю другие газеты газеты страсть это привычка нашей семье ну и позавтрак обедовала во сколько отбой отбой пока Таня мне не позвонит в 9 часов вечера из Москвы я до этого еще сижу вот вы пишете где-то 11-12 12 часов вот так вот ну и тогда даже позже ну по пределам повести я вот книгу то что написал служа отечества да 150 экземпляров я разослал короче ну во многих он все дают положительные оценки я говорю мне не нужно хорошо вы дайте мне ваши предложения ваши предложения поэтому я сейчас пишу на тему у любви к отечеству у любви к отечеству срока давности нет вот эта книга должна быть первая вот этим а потом Таня говорит папа да лучше в сурателе вот это Таня предложила вот сейчас вот вот у любви к отечеству срока давности основа первая книга но сейчас вот про Илью Петровича я материал включаю и про вот наши выпускники тоже обещают материалы кое-что то есть вот я в моих планах вот книгу вторую и кроме того 75-летие победы вот я в районной газеты пишу в прошлом году целую полосу в районной газете посетили поскольку сохранились мои заметки то писал еще 1968 года вот я писал и заметки сохранились ну постоянно вот собрать все материалы в моих земляках в Тарасовских тоже учить то есть подготовка 75-летие победы много материалов богатейшие у меня архив солидный Михаил Смафеевич большое спасибо что вы пришли я еще раз вас поздравляю с вашим юбилеем спасибо я желаю вам крепкого здоровья и много творческих планов ну а с вами дорогие друзья мы увидимся в следующей программе до скорой встречи субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok